итак ребят всем привет сегодня у нас на рассмотрении поликлиника целая мать ее поликлиника и так это поликлиника была построена давным-давно в городе севастополе в нахимовском районе и принципе очень сильно помогала людям которые нуждались в экстренной какой-то помощи я очень часто тоже нуждался в помощи непосредственно самого главврача и я был в шоке от того что в данный момент я не нашел ни того ни другого другое это лаборатория она всегда находилась вот здесь на первом этаже вот в этом месте вот в этих окнах она была здесь всегда и случае чего если мне необходима была какая-то помощь и обязательно подходил просто к начальнику лаборатории и просила сделать то что мне нужно а именно сделать рецепты пораньше потому что как бы все достаточно у меня сложно и мне нужны данные достаточно быстро не так как все кроме того что при украине эти данные давались но буквально там через день через два а при россии этот промежуток растянулся аж на пять дней теперь все это я имею ввиду все анализы делаются в течение пяти дней я хотел уточнить вообще вопрос зайти сюда просто хотел уточнить вопрос где находится хотя бы главврач для того чтобы объяснить ему мою ситуацию что мне нужно цито срочно но я был удивлен тому что его просто здесь нет то есть просто весь этот все это здание приобщили такое здоровенное большое здание трехэтажное его просто приобщили к 1 городской больнице и теперь директора здесь нет жаловаться никому на персонал в случае чего ну давайте с вами все-таки пройдем и посмотрим как у нас здесь все обстоит ну и хочу заметить что полностью вся облицовка дома вот задней стороны ну скорее всего из передней сделано вот из такой плитки здесь наверняка будет какой-то слой я не знаю может быть и не будет может быть и не будет я не строитель не знаю как но плитка выглядит симпатично правда глупость на мой взгляд заключается в том что вот я вышел вот из этого подземелья да вот с лестницы поднялся сюда я хочу просто подойти к машине и здесь как вы видите здесь вот такая вот идиотская клумба которая на абсолютно нелогично здесь стоит то есть по большому счету здесь должна быть дорожка к машине а не обходить в ту сторону или в эту итак давайте посмотрим какие-то ступеньки здесь тоже достаточно вроде качественно давайте посмотрим понятно что работа еще не выполнена окончательно строительство только происходит или проходит как это будет правильно ну что здесь мы видим опять же металлические двери мне это напоминает московские все-таки московский ремонт московские какие-то уже здания такие довольно классные сделаны хорошо и так отопление ступенечки в принципе все сделано хорошо я хочу сказать что сделано хорошо но потом я скажу уже окончательное сравнение по этому поводу давайте сейчас просто пройдем посмотрим что к чему и так давайте поднимемся на первый этаж и посмотрим что у нас на первом этаже и так с этой стороны гардероб и хирургическое отделение так здесь вот какие-то мягкие довольно но скромные полный потолок у нас вот такой здесь этого выхода не было раньше и сейчас он только аварийный сейчас мы туда с вами пойдем дальше посмотрим что к чему стенки такие хороший ремонт сделал на самом деле я знаете лично для меня очень хочется найти нефролога смотрите туалет раньше этого не было давайте зайдем посмотрим лучше по старинке и так здесь какой-то гардероб не работает значит работает туалет и так выглядит хорошо ребята выглядит хорошо и московский как в москве автоматы непривычно мне и так давайте поднимемся на второй этаж тут у нас сразу нет классно в этом плане классно но вот эта штука она конечно сделанной по идиотски очень дешево смотрится все хорошо это хрень идиотская и так второй этаж у нас что здесь у нас врач гастроэнтеролог терапевт врач оль а офтальмола господи моя жизнь манипуляция женская консультация мопуляционная боже мой я лучше не буду это говорить сами все посмотрите потому как для меня это все сложно служебное помещение мы заведующая поликлиника вроде как а здесь и заведующая поликлиника да а мне сказали нет ну я тоже так думаю что никак а лаборатории точно нет лаборатории точно нет у нас здесь а вы прорезли нет понятно в 217 вот уролог какой-то есть наверно полосов сейчас скажу так ну все очень чистенько все очень чистенько контраст дело в том что в том что это здание как бельмо как пир во время чумы здание классная все снаружи ужасно надеюсь меня слышно врач-серапевт заместитель главного врача здесь хорошо и опять туалет давайте зайдем в туалет посмотрим кстати очень хорошая дело в том что раньше здесь при украине не было туалетов и в том числе и при россии также туалетов не было вот так смысл в том что а зачем туалет и люди подождут ничего не нужно сейчас в принципе на первом этаже туалет на втором этаже туалет все работает все здорово запах хороший то есть никаких проблем я не вижу даже тут есть горячая вода кому нужно наверно сделано неплохо освещение все пронумеровано то что я вижу так мне тут сообщили что мои подписчики желательно мне должны подкинуть немного денег так везде металлопластиковые пакеты вот единственное вот здесь вот грязно что-то наверно кто-то грязными руками брал не знаю давайте проверим если водичка и до водичка есть более не подключен как мы видим и везде вот эти кнопки непонятным для меня электрики если что скажите что это так ну и график уборки туалета тоже есть неплохо информация давайте посмотрим информацию короче здесь куча информации врач и гонеколог это я не знаю зачем еще еще одна регистратура здесь здрасте это у вас регистратура еще одна на втором этаже на третьем тоже есть а как не не сказали понял то есть там нет регистратуры выше ну как я же ходил там три было а там наверно с той стороны докажется точно спасибо сейчас пойду пойду да здесь балкончика на балкончик выйти можно не а если человеку плохо какой пожарный ты там можно так навернуться ну да ладно хорошо хоть есть телевизор а чего у вас телевизор не работает он всегда для галочки просто да есть работает тоже мы иногда работает а то вижу иногда бывают телевизора они работают люди сидят просто могли бы посмотреть они работают и диванчики водички хочешь попить хрен попьешь потому что просто нет воды просто поле пустой ничего нет все ли видно да кулер пустой стаканчиков нет для кого это сделано непонятно но посидеть в принципе можно и посидеть неплохо все неплохо единственное вот здесь почему-то такой-то непонятный разлад так мы посмотрим третьего этажа действительно нет это странно с той стороны казалось что есть ну и вот еще одна проблема пожилым людям тяжело добираться на второй этаж а хорошо бы какой-то лифт или что-то в этом роде предусмотреть было да к сожалению не присмотрено при не предусмотрено ничего для людей и мы ведутся сделано качественно но не практично давайте выйдем на улице посмотрим что-то не так обращайте внимание все блестит и все что было при украине осталось здесь вот непосредственно плиточка памятник и блестящий дом уж в таком случае я считаю лично что можно было поменять и плитку в том числе для того чтобы сам дом выглядел единым целым с этим участком в принципе смотрите они поменяли в том числе и вот эти вот мачты освещения но при этом опять же посмотрите не проложили ни газонный газонную траву не рулон вот они кстати сделали классные я свое время интересовался этим вопросом классные урны они и достаточно много только опять же непонятно по какой причине человек сидит около урны но это как-то нелогично надо наверно пододвинуть эти скамейки что ли а вот то есть среди урн сидит человек но на мой взгляд это неразумно ну как вот вам будет приятно вот будет полная урна допустим вам приятно будет сидеть вот здесь вот в этом месте чтобы воняло вам здесь интересно можно снять да ее можно двигать в принципе и можно пододвинуть если что и сюда потому что глупость наиглупейшая мачты мне нравится стильные принципе я считаю что нужно конечно здесь осталось две вещи убрать плитку по-собянински и поставить новую нормальную плитку это во-первых ну и во-вторых сделать все таки травку постелить ну и последнее что они сделали это перенесли остановку вот на это место прямо но остановка не умная никаких нету штуковин для телефонов и все такое ну что ж галочку поставили я лично думаю что сделали все на четверку то что касается здания сделали все на пятерку мне кажется но ребят все что вы делаете без озеленения но это не работает поймите если смотреть вот с этой зоны ребят у вас же клумбы должны быть клумбы с цветами или какие то вот посмотрите насколько это плохо выглядит посмотрите как это выглядит вроде классное здание да классно все а здесь травы нет ребят я вот всеми руками ногами именно за то чтобы трава была везде по городу вот кстати еще какую-то сидушку сделали в принципе неплохо вот генериха памятник отреставрировали как-то плохо какое-то пятно у него здесь непонятно кто не видел правое пятно видите что-то с ним не то ну и сам памятник тоже кстати могли отреставрировать потому что вот видно что вот здесь уже трава выступила отслоился камень сам сам по себе это конечно не есть хорошо я не думаю что они будут что-то доделывать здесь но мое мнение конечно что нужно подсказать администрации нужно выделить еще денег на это мероприятие и закончить плитку здрасте не подскажите а плитку здесь будут менять не вот эту вот только положили она просто не соответствует вот этому поэтому я думал другая то есть положили ее да вот эту что как-то не очень вот это классно вот это как-то не очень ну ладно спасибо спасибо ну вот говорят что только положили эту плитку бордюру понятно они новые видно на вот это вот с той стороны не доложили или как там она не знаю из машины сюда нельзя чтобы машина проехала раньше машины можно было такая здоровенная сосиска не думаю что это правильное решение лично с моей точки зрения это неправильное решение здесь не должно быть ну и посмотрите опять же вот чуть-чуть с лицевой стороны ушли и тут же как нехорошо здесь все сделано когда подушка и не облицованная я видео записываю если хотите попасть можете сказать свое мнение вам нравится очень мы живем обращаемся что было что стало намного красивее да ну а травка вот как вам нужна травка или нет как считаете я тоже так считаю что нужно но если будет потому что нигде не в парке победы нет травы не здесь нет травы то есть город не ставит себе целью делать вот все зеленым именно красивым да это облицевали все сделали классно но вот была бы трава все было бы идеально мы хорошо спасибо спасибо так что видите люди не такие критичные как я людям нравится то что сделали люди очень довольны но действительно потому что всю жизнь они жили рядом обслуживались именно в этом месте и им действительно очень приятно теперь приходить в такое место она действительно преобразилась она действительно стала классным но вот на мой взгляд нужно доделать несколько штрихов и это было бы действительно какая-то уже московского уровня поликлиника да мне нравится а это не заведующий случай как же мне заведующий найти там а напишите мне пожалуйста это и манатуре мы подключили 40-22 ну пишите я позвоню мне с никого они все лет знают это вообще это вы помните вазы да это это да я позвонила а вчера я была у вас после беды или позвонила в депортаже ладно я позвонила я с ней пообщалась всего доброго а мне поможете мне бы все-таки как-то найти заведующую или кто там ответственен вообще за то что старший терапевт заведующий терапевтист там там большая очередь не нужно просто заведующий какой-то заведующий который свободно все начать так наверно хорошо спасибо так попытка номер 3 а вам нужно к светлане николаевне и меня вот всем нужно а вот это вот да елена романов на и здесь не знаете здрасте елена романовна есть такая здесь понятно а кто-то по анализам может помочь чтобы цвета решить вопрос в лабораторию сказано написать им в лабораторию чтобы они там решили вопрос так тут все равно очередь еще много у меня две минуты да я понимаю столько врачей обратите внимание и праве приема хорошо мне не вопрос давайте работайте дождем посмотрим сейчас у нас времени это нету и 10 56 вот поснимаю все потом в интернет выложу да и посмотрим как они работают может лучше работать будут заведующие не ну посмотрим ну посмотрим будет ли как изменение а это не в отпуске а вот это вот это вот вот это вот не то же ходить они занимаются совсем другим так и есть проблема если просто с низким лишь это не врачи они другие типа менеджеры я не знаю это 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 А вы тоже сюда, да? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok это уже напоминает, так, и... Смотрите, я говорю, Дмитрий Анатольевич, цита нигде не написано. Ага, я понял, вы можете написать? Срочности никакой, они не придали вашим анализам. А мне приносит, ну как, я прихожу через 5 дней, только готово. Обычно. Нет, не может быть. Может. Могу вам пообещать, что результаты будут завтра у вас в поликлинике. Хорошо, я могу сюда приехать, если можно. Нет, мы не выдаем на руки. Это если речь касается иммунологических исследований, они для этих анализов срок дают 10 дней. Нет, я понимаю, просто я всегда спрашиваю, звоню заведующей, она мне говорит, ну нет еще, нет еще, нет еще, нет еще. И обычно 4-5 дней. Моча у нас в тот же день, потому что, ну, представьтесь, она будет стоять. Ну, я понимаю, я понимаю. Конечно, у нас все в тот же день. То есть, завтра я уже могу... Завтра вы можете, во сколько вы пойдете в доктору? Ну, я могу с утра пойти. Мне просто нужно сразу... Потому что курьеры приезжают только в пол-одиннадцатого в одиннадцать. Хорошо. Пока они нам выгружают кровь, пока они все собирают. А вы можете проконтролировать все равно этот вопрос, чтобы они все, ну, чтобы сделали сегодня все анализы? Ну, я сейчас отмечу срочно девочкам, скажу, что срочно на себя, скажу, что срочно лягу. Спасибо. А то мне там надо с профессором. Хорошо, завтра я тогда подъеду в час-два. Курьеры заберут отсюда, пока они на Будищева, на Мазаревскую, ну, сами понимаете. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну, как вы видите, тут по старой памяти просто все сделали. Во всяком случае, пообещали, что сделают все очень быстро. Ну, а давайте посмотрим для контраста. О, кстати, давайте сразу и посмотрим. Обратите внимание, что и здесь идет ремонт. Меня это немножечко удивляет. Как так? Столько лет, и после пяти лет начинается ремонт. Видно, выделили много денег сразу на две. То есть здесь будет то же самое. То же самое, что и на Генериха. Это круто. Это круто. И если вот то помещение тоже сделают, то здание... Ну, я думаю, что все сделают. Единственное, конечно, не знаю насчет дорог. Будут ли дороги ремонтировать? Нет. Посмотрим. Ну, и для меня самое важное, это именно вот та вишенка на торте, которая действительно делает законченным любой объект. Это газонная трава. Либо просто травку посейте. Ну, это важно. Это придаст законченный вид любой стройке. Уж поверьте мне, как бывшему директору предприятия, который занимался ландшафтным дизайном. Ну, что ж. Вот такой вот вид этой... Это уже горбольница. Была горбольница номер три, по-моему. Третья горбольница. Вот, выглядит вот так. Стройматериалы, утепление. Насколько я понимаю, это будет утепление. Ну, и потом сверху плитка. Ну, в общем, дай бог, дай бог, я вижу, что изменения есть. И это круто. Людям это очень нравится. И мне очень нравится то, что людям нравится. Обращу внимание, наверное, не особо видно, но... Если вы посмотрите, вот там наверху крышу сняли. То есть будут менять, наверное, что-то там с крышей связанное. Ладно, посмотрим. Все, друзья, всем удачи, хорошего настроения. И пока-пока. Ставьте лайк. Пока.